Привет, друзья! Очень интересный сейчас просто, ну просто фантастически интересный разговор сейчас получился с нашим Романом Газенко, психолингвистом и журналистом, но вы его знаете. И мы готовим вебинар на 31 число, на 20 часов, и поэтому я вас приглашаю, потому что интереснейший разговор был о том, что, а знаете ли вы, например, о том, что когда у вас страх и тревожность, у вас возрастает резко самоконтроль. Вольно или невольно, вы непрерывно самоидентифицируетесь на каком-то сознательном, бессознательном уровне, все время сопоставляете то, что вы чувствуете. Ну, например, я как психолог или психотерапевт буду вам говорить вот так вот. Да ты будешь лучше себя чувствовать, а вы все время себя проверяете, когда у вас тревожность, у вас очень высокая, другая частота самоконтроля, вы меня не слышите, потому что вы проверяете и чувствуете, что вы нет, не лучше себя будете чувствовать, потому что вы очень быстро проверяете, быстрее, в десятки раз, чем обычно. А вот это вот то, что Роман будет говорить там на вебинаре. Как вербализацию проводить и как проводить ее с той же частотой высокой, которая у вас сейчас, в момент страха, в момент тревожности, очень высокая частота, как с этой частотой проводить вербализацию. А вербализация – это осознавание, это вот на уровне слов. Это просто удивительная штука, как это сразу снижает напряжение, выводит и страха, и тревожности. Это удивительная штука. Я с таким упоением с ним сегодня разговаривал. Жалко, что мы потом вот пожалели, что мы не записали эту встречу, потому что там было столько открытий, и вы столько открытий получите. Мы в следующий раз договорились сначала, когда будем беседу проводить там между собой, запись включать, но если она какая-то неудачная, допустим, не выставлять в эфир. А так было бы потрясающе. Но вы, когда войдете на вебинар, готовьте зум-устройство, потому что во время вебинара будет сброшена ссылка. Видите, у меня голос какой интересный, да? Лучше и лучше, потому что я уже, как говорится, два дня не рисую. Не рисую и делаю свой синхроносос. Синхроносос, это нажимаешь на точку хэгу, поднимаешь коленку. Найдите там синхроносос, вы там увидите. Что я вам еще хочу сказать. Дело в том, что я вдруг увидел, вчера ночью смотрел Жданова. Потрясающий человек, он там говорит о здоровом образе жизни, он там говорит о том, как не пить, как не курить и как улучшать зрение. Так он занимается методом бейца. Я хочу вам сказать, что я когда послушал, о чем он говорит, оказалось, что он это говорит для глаз. Там можно в любом возрасте избавиться от очков. Там можно лечить косоглазие, восстанавливать зрение и так далее, по бейцу. Так вот, оказывается. Мне раньше кто-то говорил о Жданове, мне было неинтересно. Но сейчас, когда мне было интересно про зрение услышать, потому что одна мамаша попросила меня узнать, как помочь ребенку маленькому с косоглазием. Я стал смотреть материалы, чтобы ей помочь, для ребенка. И я вдруг увидел, что то, что Жданов говорит для зрения, по методу бейца. На самом деле это сильная вещь, это очень сильная вещь. Но при этом, при этом, мы-то занимаемся в школе, Чехбушу, Homo Futurus, как использовать энергию стресса. Мы занимаемся проблемами стресса и творчества. И вдруг метод бейца, я посмотрел, оказывается, он занимался глазами. Оказывается, он использовал те же приемы. Ну вот я вам говорил о зигзаге, о зигзаге взгляда от хаоса, хаос там на уровне глаза, секундный прием для снятия стресса и так далее. И вот я смотрю метод бейца, там кусочки этого есть у него, а это было 150 лет назад или сколько-то лет назад. Так я Жданову хочу написать письмо, давай соединим. Мы соединим наши школы, вы, которые говорите о здоровом образе жизни, мы говорим о здоровом образе жизни, но при этом мы занимаемся развитием творческих начал и так далее, использованием энергии стресса в желаемом направлении и так далее. Вот когда происходят взрывные технологии, когда происходит слияние ресурсов людей. Да, надо не держать внутри себя, а надо как раз работать для людей, для людей, деять добро. Поэтому у кого есть его адрес, пожалуйста, напишите мне в комментах. Жданов, который занимается здоровым образом жизни, вот такой вот мужик, я посмотрел мои слова уважения. И у меня есть много всяких афоризмов, которые я создаю. В данном случае я вам скажу мой афоризм. Когда сходятся наши желания, открываются и наши возможности. До встречи, друзья. coment Фокс